Везде предупреждающие знаки, осторожные дети, и также предупреждающие знаки дорожного движения, также обратить внимание на разные контейнеры разного цвета мусорные. Это создано для того, чтобы люди могли сортировать мусор. Эти проекты готовили волонтеры школы будущих владельцев жилья. Так, по их мнению, должны выглядеть Самарские улицы. Главное понять, как сделать город более чистым и уютным, и научиться с молодых лет быть хозяевами в своем доме. Мы научились сэкономить деньги на электроэнергии. Допустим, не ставить холодильники рядом с батареями, менять лампочки на энергосберегающие. Они узнают, как можно руководствоваться этим законодательством в повседневной жизни. Как получается, что формируется товарищ собственник жилья. Как правильно, чтобы каждый житель знал весь расклад квитанций, которые приходят к ним, и могли бы объяснить, и самое-то главное, защитить свои права. 14 отрядов, более 200 школьников и студентов. В лагере волонтеры не только обучались основам ЖКХ, но и следили за чистотой. За две недели отдыхающие привели в порядок территорию, у корпусов благоустроили клумбы. Родители самых активных волонтеров за воспитание детей наградили памятным знаком куйбыша в запасная столица. Я всегда говорю, девочки, вы мое лицо. И на моих примерах они также поступают к людям с радостью, с любовью, с добротом и делают добродетель. Силы волонтеров в сплоченности, говорят отдыхающие. И в подтверждение своих слов на торжественной церемонии закрытия смены исполняют флешмоб. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Субтитры создавал DimaTorzok